Путин боится покидать Кремль и свои резиденции после выборов. За последние две недели в графике самопровозглашенного не было ни одного выездного мероприятия, как сообщает одно из изданий. Так вот, первым делом я, конечно же, подумал, это, наверное, какое-то совпадение. Ну, не выезжает и не выезжает. Ну, повода, может, нет, да, знаете. А потом подумал, а нет, может быть, все-таки в этом что-то есть? Может, крокус, какие-то события все-таки опять на нас страшили Путина? У Путина совершенно безопасная среда обитания. Он точно знает абсолютно, что ничто ему не угрожает. Максимум — это, конечно, агрессивный блок НАТО и ядерная боеголовка прямо по бункеру. Все остальное в внутренних взаимоотношениях с народом у него очень давно выставлено таким образом, что Путин — это праздник. Путин сколько раз пытался предстать перед людьми, каждый раз из этого ничего толком не получалось, потому что все визжали от восторга, делали селфи, бросались ниц и кричали, что Путин наш дорогой, есть ты, есть Россия. Поэтому как-то вот по-честному поговорить, но никак. Как Путин вот много лет назад поехал на трех одинаковых желтых калинах, встретил дальнобойщиков, все дальнобойщики классные, не ниже подполковника звания, рассказали о том, что Володя, без тебя жизнь не удается, ты солнце ясное. Как только он в Дагестан, например, доехал, или какое-то время тому назад в Тулу, в прошлом году еще до выборов, когда не было этого в проездке дня. Визги, восхищение. Владимир Владимирович, можно с вами сфотографироваться? Ну что за народ? Ну как вот ты не выйдешь из машины, обязательно начинают тебе ботинки облизывать, ну хоть бы так присесть, поговорить. Ну единственное, вот Мариуполь, ну удалось, зашел в час ночи к рабочему домой, а у него там стол накрыт. Ну рабочие же в час ночи не спят, они же обычно едят в это время. Так получилось, что он действительно вот нормальный такой хороший мужик, он, по крайней мере, Володе что-то такое рассказал. Поэтому, если возникает необходимость у Владимира Владимировича узнать, насколько его трепетно обожает народ, он едет. А когда он точно знает, что все по-старому, сегодня лижут точно так же, как вчера, можно никуда не ехать. Полагать, что какая-то есть угроза ему, что где-то кто-то вдруг, какой-то подполковник скажет, Владимир Владимирович, а что это вы делаете? Это исключено абсолютно. Ну, во-первых, пристрелили, во-вторых, такие подполковники вывелись, в-третьих, ниже подполковника там никого нет. То есть ни одного старшего лейтенанта в окружении, который бы имитировал доярку, дерево, куст, кошку, прибегающую дорогу или голубя, нету. Там любой голубь обязательно с двумя просветами в погодах, обязательно не ниже. Ну, майор это уж прямо если он просто, что называется, вот ток-ток с пылу с жаром. Поэтому, когда Путин куда-то едет, он едет только ради одного. Ради восхищения толпы, восторга и уверенности в том, что, ну, солнцем зашло, это я. Все остальное – это рабочие моменты. Надо, у него будет специальный мальчик, не ниже подполковника, который включится ему компьютер, скажет, Владимир Владимирович, не дышать. И ему в телевизоре покажут картинки губернаторов, свершений, если надо, даже проблем. Если ему хочется порулить страной в каком-то реальном состоянии, когда действительно от него что-то зависит, он едет на расширенную коллегию какого-нибудь министерства или ФСБ и рассказывает о том, что, соответственно, все будут пойманы. Террористы в Крокусе, они были с украинскими паспортами, сейчас у них как раз татуировки украинских паспортов в нужных местах уже заживают. Сейчас мы их обнаружим, через какое-то время явим миру. Всё. И мир у Путина, он у него абсолютно упорядоченный, абсолютно безопасный. И уж если он руководит восходом солнца и закатом его, то куда ему опасаться каких бы то ни было острых вопросов, каких бы то ни было нежданных контактов с людьми. Их быть не может. О том, что Путин двигается, дивизия внутренних войск имени Дзержинского зачищает пространство и объясняет населению заваривая люки и заколачивая двери досками крест-накрест за месяц до того, как Путин только подумает, а не съездить ли мне. Тем более, что у Путина, ну, во-первых, их много разных Путина, во-вторых, много разных кортежей и много разных мест. Потому что Путин, прекрасно понимая, что рано или поздно его всё-таки пристрелят, этот момент он учитывает. И именно поэтому он ездит только в одном безошибочном случае, когда ему нужно понять, как громко ему хлопают. Всё остальное, в конце концов, двойник съездит, и обычно поездки — это два-три маршрута. Это особенность работы ФСБ, когда до последнего непонятно, кто едет и куда едем, чтобы не было засады. Это учитывается. Это рабочий момент, который, опять-таки, Путина не касается. Это не Путин. С утра до ночи думает, а не пристрелят ли меня где-нибудь в районе Тулы? Это ФСО думает о том, что, ну, значит так, солнце ясное, сегодня будет на восходе солнца где-нибудь, наверное, там, в 8 утра в Туле. Владимир Владимирович, в Тулу. И мы видим, как караван, кортеж и съёмочная группа показывают там Тулу. Жизнь Путина в этом смысле абсолютно не то, что неуязвима. Она даже не колеблется от происходящего в обществе и в стране. Кстати, вот вы вспомнили эту ситуацию с Мариуполем, где он там заходил к рабочему. Ну, по-моему, вот пока он стоял у подъезда, кто-то всё-таки с балкона кричал «не верьте, это всё неправда». Вот я вспоминаю эти события, по-моему, там было так. Вот если бы у этого человека под рукой была снайперская винтовка или хотя бы хоть какая-либо винтовка, то было бы очень приятно лицезреть вот конец всяческим человеческим страданиям. Но пока что только так. И тоже, как интересный факт, всё-таки там засветили, сказали. Мы, кстати, не знаем, что дальше было с этим человеком, но, как мне подсказывает опыт, опыт, ничего хорошего, наверное, с ним не было, но всё-таки это тоже по-своему очень хорошо показало ситуацию, которая в Мариуполе. Вы также вспомнили про угрозы в начале своего ответа, про ядерную боеголовку по бункеру. И тут, в общем-то, уровень угроз для Путина возвысился, возрос. Польша имеет обязательства перед НАТО, как член Альянса, и готова разместить на своей территории ядерное оружие. Дуда об этом сказал. И, ну вот, интересный вопрос. Для чего? Зачем? Почему? Как-то Трамп, который приезжал буквально за день до принятия помощи в Соединённых Штатах, может, как-то надоумил или сказал, что вот в случае моей победы мы тебе дадим это ядерное оружие. Ну, в общем-то, интересная картина возрастает, которая, в общем-то, противоречит фундаментальным принципам НАТО насчёт деэскалации, так сказать, ситуации. Наоборот, это эскалирует, ну и Россия только так это будет рассматривать. У НАТО есть главное. Это недееспособная структура. Там есть Йенс Столтенберг, который очень фотогеничен, прекрасно даёт интервью. И как только на горизонте забрежала перспектива заменить этого очень вежливого, очень приятного на деятельную Урсулу фон дер Ляйен, моментально начался скандал, потому что всё-таки Урсула, она в том числе и министр обороны ФРГ в прошлой своей жизни, и вообще она очень яростный, очень конкретный, очень серьёзный политик. Она умеет делать дела. И НАТО — это до последнего такая филькина грамота, в которую, в принципе, верят, так же, как по ошибке кто-то ещё почему-то вдруг считает нужным поглядывать с надеждой в сторону ООН. ООН — это такая же недееспособная структура. И когда мы обсуждаем, например, пятый пункт в уставе НАТО о том, что все тут же моментально, если что, единым фронтом, нету там такого. Мы просто не дочитали до конца текст. И НАТО, конечно, постоянно предписывается с подачей России миролюбивая внешняя политика и нераспространение, а также отсутствие той самой эскалации. НАТО, конечно же, тем более в нынешней его конфигурации, ни о какой эскалации виноват думать не может. НАТО, в принципе, не понимает, что происходит. То есть, когда в мире существует надежда, что НАТО — это очень серьёзные аналитики, там есть штаб, там серьёзные генералы, и они в любой момент готовы, если что, шашки вон, голопом марш, пленных не брать, вернуться в атаку, это иллюзия, которую мы создали сами. НАТО показывает, что это просто много письменных столов в Брюсселе, где сидят очень ответственные, с озабоченными до пояса лицами люди, которые пытаются решать вопросы с точки зрения стратегии геополитики. То есть, это обычные бюрократы, которые не делают ничего, но красиво называются. И если что, у них там есть танки. Ну, на самом деле, никаких танков у них тоже нет. Но, тем не менее, Польша, которая пытается войти в ядерный клуб, делает очень чёткий, конкретный, приподняв забрало в отношении России жест, что Россию я боюсь, панически боюсь, защитит меня кто-то другой, не я сама себя, потому что Польша трижды провалила экзамен, Польша показала, что сейчас в условиях войны она абсолютно не способна с военной точки зрения. Политически, да, украинцев она приютила, спасибо, потому что огромное количество беженцев как раз приехало в Польшу. Но Польша сама воевать не будет, и уж если размениваться, уж если менять свой статус, то по-серьёзному. Вот по поводу трёх проваленных экзаменов. На протяжении войны, когда у границы Польши клокочет Третья мировая, и она вот-вот выплеснется. Прилёт первого беспилотника в Польшу полтора года тому назад. Ах, сказала Польша, а что это такое, там такое свалилось? Кажется, у нас убило тракториста. Это значит, полгода уже к тому моменту шла война, а у Польши не то, что ПВО нету. У него даже система обнаружения, потому что пока не прилетело, никто и не понимал, что это такое было. Потом в воздушное пространство Польши залетели два белорусских вертолёта. Это было ещё через полгода. Ах, сказала Польша, а что это такое в небе у нас висит? Странно, и почему оно со звездой? И в конце прошлого года, в декабре, третий экзамен. По Польше опять отстреляли. Опять прилетело, опять взорвалось, никого не убило, наделало много шуму. Это уже говорит о том, что Польша за два года она вообще в принципе не поняла, с кем имеет дело, что происходит. У неё нету никакого ПВО, нету никакой обороны, нету никакого Министерства обороны. К вам три раза в воздушное пространство враг проникал по своему усмотрению. Вот как хотел, причём даже ноги обратно уносил. Да вертолёты должны были на дальних подступах быть обнаружены при пересечении границ и сбиты бгновенно, потому что война. А, это вертолёты, кажется, белорусские. Ну ладно, улетайте. И понятно, что Польша, которая с одной стороны очень по-доброму, очень по-соседски помогает Украине, и она делает очень правильные заявления. И политики польские, они ведут конкретно, ни разу не свернув по своему сценарию, страну, пытаясь её как-то отгородить от войны, при этом чётко позиционируя, мы за Польшу, мы за Украину, мы Польша, мы друзья, мы соседи, мы будем помогать. В военном плане полный ноль, вообще ничего, вот никак. Пожалуйста, в небе резвитесь, кто как хочет. Если надо, к вам ещё и покушающиеся на Волкова два бандита с белорусскими документами забежали, и вот хорошо, сейчас Литва наконец-то очень здорово клацнула зубами, и Анджей Дуде заявил, что посмотрите, мы этих людей всех нашли, поймали, сейчас передаём Литве. Но это сделали в первую очередь только потому, что расследователи инсайдера пошли вытягивать эту ниточку, распутали этот клубок и нашли след в Аргентине, а потом уже сказали полякам, где искать. Ну, так или иначе сработало. Но Польша, она сделала абсолютно правильно, и она показала, воевать мы не умеем, мы хотим, да не, мы что, мы помним, мы 39-й год помним, мы, если что, очень серьёзные. Но пока к нам не придёт НАТО, в которое мы верим ошибочно, и не разместит ядерное оружие, которое нас наконец-то защитит от России, мы сами ничего из себя не представляем. Так, и вопрос остаётся открытым. Всё-таки ядерное оружие им дадут, и почему мы услышали это заявление именно сейчас? И, конечно же, ещё один, ещё одно ответвление от этой темы, оно звучит так, что Песков уже отреагировал, и, соответственно, в своей манере бандита из подворотни сказал, что при реализации таких планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России. Читая эти строки, я как раз-таки почему-то сразу визуализировал ситуацию полномасштабного вторжения в Украину, и подумал, что как же интересно они там будут отвечать. вопрос, почему сейчас, потому что Франция, которая подняла эту волну и погнала её, показалось, что с одной стороны она готова, и вот сейчас буквально французский солдат вступит на украинскую землю, а с другой стороны Франция за этими словами никаким делом не подкрепила намерения, и после этого был знаменитый Петя Толстой, который сказал, что мы всех французов тут совершенно спокойно перебьём, поэтому сколько пришлёте, столько мы вам гробов обратно и отправим. И Франция, которая вдруг в Европе оказалась страной с Наполеоном и с Деголем, и она точно знает, что вот теперь Украина это форпост цивилизации, если Украина не выдержит, то тогда дальше орда хлынет в Европу, и мы должны, и мы обязаны, и мы, конечно, помо, помо, ну, мы это, вообще, у нас, понимаете, фуагра не свежая, сейчас, минуточку, у нас виагра закончилась, нам это, а что, давайте совещание устроим. И Польша, которая очень внимательно за всем этим следит, она сказала, ну, давайте тогда мы, что ли, потому что мы, мы это точно форпост, вот прям конкретно, мы следующие. Ядерное оружие это единственное, что, в общем-то, сыграет по тому сценарию, по которому сейчас Россия топчет весь мир. Россия чуть-чуть говорит, а у нас ядерная бомба, а, ну, да, ну, и хорошо, тогда у нас НАТО, мы это, мы подумаем ещё раз. И Россия каждый раз шантажирует тем, что у этого гопника кастет в кармане. Вот теперь Польша решила обзавестись точно таким же кастетом. Получит или нет? Получит. Будет очень сложно, но Польша постарается, потому что Польша про себя знает, что вояки, они ещё те, если они три раза проспали нарушение воздушного пространства, на ровном месте, хотя обязаны были показать зубы, оскал и реакцию, они вообще ничего не показали. Значит, им нужен кто-то, кто придёт и защитит, и он должен быть страшным, чтобы Россия знала, что вот здесь тоже небезопасно. И это лучше всего ядерное оружие, потому что оно нужно не для применения, а для сдерживания и политического маневрирования. И Польша, поскольку политика польская безупречная, молодцы поляки, прекрасная риторика, очень точное понимание, кто враг, кто друг, получит ещё один довесок и в дальнейших спорах будет иметь ядерную кнопку в качестве очень серьёзного аргумента. Но, конечно же, никто сильно не хочет давать полякам, поэтому полякам придётся постараться. Поляки сумеют, они молодцы в этом отношении, они получат ядерную кнопку. Принимаем ваш ответ. И хотелось бы переместиться немножко в другую плоскость геополитического пространства из Польши, прямо в Китай, ну не просто в Китай, а туда вот вместе с Блинкиным присоединиться, к нему, который планирует посетить Шанхай и Пекин 24-26 апреля. Вот-вот, можно сказать. И он едет туда не просто так, а едет, чтобы гайки прикручивать россиянам, ну точнее китайцам, которые помогают россиянам. В чём такая вот экстренность, почему вот решили, и это всё напомню в контексте той помощи, которая всё-таки была предоставлена Украине, и, конечно же, в контексте ракет Атакамс, которые тоже, скорее всего, будут предоставлены, и в контексте самолётов Ф-16, которые всё это в совокупности усиливают военную составляющую нашей страны и как пропорционально создаёт проблематику наступления дальше России, в принципе, ведения войны. И тут Блинкин вот едет, чтобы их ещё сильнее, как бы, с геополитической стороны, подкрутить. Как вы рассматриваете всю эту картину? У американцев у них очень много инструментов для разборок по всему миру, и когда они в свой санкционный список вносят отдельные фирмы и отдельных людей, они в том числе и китайцев, конечно же, имеют в виду. Блинкин — это максимально высокий уровень, и Блинкин приезжает для того, чтобы завершить и так, а не для того, чтобы начать разговаривать о чём-то. Предварительная работа на разогреве у Блинкина, её выставил в том числе Министерство финансов Соединённых Штатов Америки устроило, когда санкционный список вносило. И китайцы в последнее время всё чаще и чаще попадают под запрет внешнеэкономической деятельности. И вот после того, как этот список уже начинает разбухать, когда очень много фирм за сотрудничество с Россией прямое и косвенное выявлено, обезврежено и наказано американцами по всему миру, и посредники, и китайцы непосредственно, появляется Блинкин для того, чтобы закрепить вот этот предыдущий этап, сказать, вот видите, в этом списке сколько тысяч китайских фирм, мы, если что, праведны в своём гневе, поэтому мы остановим китайское внешнеэкономическое сотрудничество, позволяющее России воевать против Украины. Это не в наших интересах. И, кстати, китайцы, вы, кажется, несмотря на свой хитрый прищур, кивали нам головой и говорили, что вы тоже за, чтобы не было такой эскалации, такой войны. Так вот, мы вам поможем. И дальше Блинкен будет говорить о том, что наши действия эффективны, но вот теперь держись. А вот теперь мы точно уже до последнего в этот список включим и обрубим все концы, сделав невозможным бизнес. Блинкен – это как раз вот этап. Было до Блинкена, станет после Блинкена. До Блинкена был расширенный список, куда каждый месяц под санкции попадали китайские фирмы. Появляется Блинкен и говорит, вот списочек, запомните его, а вот теперь будет еще серьезней. Это очень хороший шаг, потому что, конечно, китайцы, они, как и любые гопники, всегда очень аккуратно тестируют границу дозволенного. Простите, а вам можно под глаз? Нет, нам нельзя. Нет, оказывается, можно. А в нос вам можно? Нет, нам в нос нельзя. Оказывается, в нос можно. А в ухо? Ногой. А вот в ухо ногой уже нельзя. И китайцам, о чем бы ты не договорился, ты договорился сам для себя, а не для них. То же самое, как с любыми другими гопниками в любой другой подвороте, то же самое, как с Путиным. То, о чем ты договорился с Путиным, это ты лично договорился, но не Путин с тобой. И Блинкен прекрасно совершенно сейчас расставит точки над «и» и скажет, а вот теперь новый этап. И мы увидим еще какие-то очень интересные серьезные действия. Блинкен не приезжает по мелочам. Блинкен приезжает, когда должно произойти какое-то серьезное изменение. И Блинкен — это не лакмусовая бумажка, чтобы просто заехать и проверить, ну как там у китайцев. Как там у китайцев знает ЦРУ. А вот для того, чтобы объяснить, как будет плохо китайцам, для этого приезжает Блинкен и с людьми равными по рангу говорит, ну вот, а теперь значит так. Если вы сделаете вот это, то мы сделаем вот это. И для вас это обернется вот такими последствиями. Молодцы, что они взяли Блинкена и кинули его сейчас прямо непосредственно на прямой контакт. И вот как-то, знаете, даже вот слушая ваш ответ, ощущается, что краски сгущаются в отношении, ну если не окончания войны, но все-таки к тому, что Россию потихоньку вот по рукам вот так вот бьют и всячески намекают. Россия, они, кстати, не очень радужно восприняли новость про конфискацию их активов и про то, что Украине дали все-таки этот пакет вооружения. Ну все-таки мы еще на стадии Сената и подписи Байдена, но все же. И они понимают всю проблематику сложившуюся для себя. Ну я вот еще с какой стороны хотел подойти к анализу ситуации. Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания, в котором выразила соболезнования в связи с терактом в Крокус-Сити-Холл. Как отмечают в статье, это письмо не было поздравительным в связи с его так называемым переизбранием. Нет. Это вот было письмо, такое вот, возможно, для просто для галочки, но там была такая вот маленький месседж, что все надеются, что проблемы как можно скорее будут решаться. Ну намекается эта вся история на войну. Но россияне-то к Швейцарию относятся плохо, как говорит Лавров, что это страна, которая вышла из своего нейтралитета, ну и в общем-то дальше по методичке. Хотя китайцы все-таки как-то тянут Россию в вот этот вот мирный саммит в Швейцарии. Так вот, как вы смотрите на этот саммит, что он может дать и как он в общем-то выглядит в контексте того, что мы уже с вами обсудили? Во-первых, как только президент Швейцарии что-то где-то написала, некоторое количество людей вспомнило о существовании Швейцарии. Вообще про Швейцарию в России точно знают, что там есть хорошие ножики, раньше были еще неплохие часы и кажется, что-то связанное с шоколадом. Но до конца в этом уже не уверены, шоколада давно не было. Больше Швейцарии никак не рассматривается. Сказки о швейцарских банках и олигархах, которые там так или иначе как-то присутствуют на горизонтах Швейцарии, в экономике Швейцарии. И в самой Швейцарии это все разговор про очень мало кому интересную тему. И в Швейцарии действительно трое живет. У того же самого Агаларова, который до недавнего времени имел этот свой крокус и удостоился таракта, в Швейцарии было с видом на море небольшое количество земли и небольшое количество строений. Шикарно там совершенно жил, при том, что все-таки он не российский гражданин, он азербайджанец. В Швейцарии ничто и никак. И чем хорош любой саммит безотносительно Швейцарии? У каждого саммита у него есть очень точный результат. Он всегда равен нулю. Нету ни одного саммита, последствия которого имели бы хоть какое-то значение. Саммит это гостиница, в которую заезжает некоторое количество постояльцев. Вот до саммита туда заезжали просто обычный сэр, обычный гер и обычный месье. Они завтракали внизу по утрам в ресторане и уходили куда-то там на осмотр достопримечательностей. После этого заезжают точно такие же, только они называются представителями наций, вершителями судеб. Они также сытно позавтракают, они никуда не пойдут смотреть никакие достопримечательностей, тем более, что в Швейцарии маловато. Они будут сидеть очень долго за столом с ответственными лицами, потом поужинают и улетят. Больше не произойдет ничего. И, конечно, пресса будет обязательно анализировать слова. Аналитики во что бы то ни стало выскажут какие-то теории и объяснят, что же за этим стояло. Нету ни одного саммита, который бы имел какое-то значение. В историю попытался войти, может быть, саммит Рикьявика, когда Корбачев как-то объяснял миру, что Россия это не обезьянья страна, и там в принципе не только пьяные медведи на Красной площади пьют водку, там еще что-то происходит. Ну, и как-то мир запомнил, что вот этот, наверное, в Рикьявике в 80-каком-то году саммит, имевший последствия. Все остальное это прекрасная совершенно командировка, хорошая зарплата, галстук, вкусная еда. Ты где был? Сегодня в Швейцарии, что там? Саммит. Ну и как? Нормально, сейчас лечу в Шанхай, Генеральная Ассамблея ООН, а потом еще куда-нибудь. Прекрасное времяпрепровождение для людей, которые так здорово пристроились в этой жизни. Для нас с вами, для войны, для политики международной абсолютный ноль. Сергей, вот контраргумент сразу приведу, который слышу в разговорах с экспертами. Говорят, что для Путина, ну, понятное дело, война не закончится, и это как-то на военные действия абсолютно никак не будет влиять, но ультиматум ста стран мира, который будет подписан, тоже не, как-то не способствует пропаганде, и не очень-то приятен будет Путину. Путин, вообще-то, уже удостоился даже персонального уголовного дела международного, и, в общем-то, он уголовник, и в Гааге его ждут за торговлю детьми за начало войны. Нельзя сказать, что у него после этого аппетит стал хуже. И то, что где-то на заборе будет написано, что как-то его не сильно уважают, не меняет его весомости и главенства на планете Земля, потому что это он теперь определяет, где быть в войне, когда быть в войне, и закончится ли война. Если ему надо, то почему-то вдруг Хизбалла и Хамас нападают на Израиль. Ему пока не получилось позвонить по телефону в Северную Корею, чтобы Северная напала на Южную, но всем остальным он прекрасно рулит. И вдруг ему приносят, условно говоря, в заветной красной папочке какую-то бумажку, где написано, что в некой стране какая-то группа лиц его не уважает. Это кого? Самого главного на планете Земля, от которого зависит вопрос войны и мира, и что это как-то остановит войну, у него после этого станет меньше КГК, у него развалятся последние немецкие ботинки, в которых он ходит, он же не в российских ходит, у него закончится золото сусальное в его дворцах, которым он вызолачивает от унитаза до батона и заканчивая аквадискотекой. Что изменится? Ничего. Он на планете Земля номер один. И он прекрасно знает в том числе эту теорию, что когда тебе плюют в спину, это означает, что ты на шаг впереди. Поэтому где-то там кто-то по какому-то поводу что-то написал. Это для него не имеет никакого значения, и самое главное, это будет проигнорировано. Вот если смотреть на то, как долго вообще эта помощь поставлялась, всё-таки говорим с ремаркой, что её ещё пока не приняли, но вот-вот примут, я говорю о помощи от Соединённых Штатов, многие рассматривают это как ситуацию, ну вот в контексте того, что мы с вами говорим, как ситуацию такого знака от Соединённых Штатов, что вот если вы, Украина, не будете садиться за стол переговоров и как бы замораживать ситуацию, то вот посмотрите, вот такая, мол, демоверсия полугодовалого, полугодовалой истории, где мы вам не помогаем. Конечно, эта ситуация хорошо включила Европу, которая начала всё-таки помогать, проснулась, это плюс, но всё-таки минус то, что было потеряно очень много времени, жизни и территории, в том числе Авдеевка и не только. Ну вот, что важно, в этом пакете помощи, как говорится, будут ракеты Атакамс, а это почти равно, если не равно, уничтожение Крымского моста. Может ли быть такая история, что нам эти ракеты, эту помощь дают, ну, условно говоря, как последнюю, мы для того, чтобы мы уничтожили Крымский мост, но не смогли всё-таки идти на пролом и дальше, потому что, в общем-то, ресурсы заканчиваются и следующий пакет, непонятно, когда будет, там выборы, а там Трамп, ну, и, в общем, такая история, где мы уничтожаем Крымский мост, нам дают условную такую победу, а России дают условную победу в том, что замораживается война по текущим границам, эту картину очень часто рисуют. Как вот вы на эту конструкцию смотрите? Мы видим, что глобально решён только один вопрос в этой войне. Россия не должна проиграть, а Украина должна не выиграть эту войну, потому что, если Россия проиграет, то на планете становится одной ещё серьёзной проблемой больше, потому что 85 удельных князьёв, князей с ядерными боеголовками, невменяемых бандитов на территории России становятся неуправляемыми и непонятно, что с ними делать, тем более Украина, которая победит, войдёт в пределы России и тем самым может быть откроет ещё новую гражданскую войну, новую её страницу, и в общем мира не будет и спокойствия не будет, поэтому Россия не должна проиграть. Тем более, что Россия это заноза у Китая, если России дать возможность остаться геополитическим, пусть даже и пустым элементом, но споткнуться об России будет можно, то так или иначе для противодействия с Китаем вот эта запинка на территориях, когда идёт экспансия Китая в Европу через Россию, это серьёзная запинка, России хватит надолго, чтобы Китай её жевал. То есть Россия должна остаться, может быть, даже под Путиным, и ни в коем случае нельзя допустить её поражения. Вот этот вопрос решён. А все остальные, это такое маневрирование, потому что, когда, например, американцы заморозили помощь, увязав её со своей внутренней политикой, с границей с Мексикой, с забором, со штатом Техас, это говорит о том, что, в принципе, резвиться они готовы и за счёт Украины, и за счёт погибающих на фронтах людей очень долго, потому что это абсолютно абсурд. Привязать помощь войне Европы к американской внутренней политике, связанной с их разборками между партиями, это только можно было в самом нелепом сне догадаться до такой фантасмагорической ситуации. Но они взяли это и сделали. Это говорит о том, что играть Украиной, дурака валять, они будут очень долго. Сегодня даём помощь, завтра не даём. Даём потому что, или не даём из-за того как. Значит, в Америке не видят серьёзной угрозы, глобально решили, что Россия не проиграет, а всё остальное, ну давайте, то мы потянем кота за хвост, то мы дадим какое-то оружие, то мы решим свои внутренние вопросы. И вообще у нас политика, и вообще у нас выборы. То есть Америка будет ещё очень долго странно себя вести. Является ли непосредственно вот появление этих ракет как бы платежом вперёд, когда вы уничтожаете мост, и после этого обязаны подчиниться воле, войны больше не будет, садитесь за стол переговоров? Конечно же нет. И, ну, Украина сама разберётся, как именно воспользоваться этим оружием, а при том, у Украины всё-таки есть военно-технический потенциал, который в это же самое время, нуждаясь в ракетах на передовой, в Атакамсах этих, делает своё оружие. И, например, украинские дроны и беспилотники, которые долетели до Тулы, которые отбобились по стратегическим аэродромам с бомбардировщиками на очень большом удалении, а до недавнего времени достигли даже Татарстана и отстрелялись по Алабуке, говорит о том, что не Атакамсам в едином. И управлять Украиной, дразняя её, как каштанку, кусочком мяса, выторговывая, что мы вам дадим, конечно, ракету, вы один раз есть стрельники, после этого будет считаться, что морально вы отмщены, потому что уничтожили предмет гордости Путина и моста больше нет, на этом давайте договариваться, не складывается так ситуация. Украина — это не мальчик, которому рассказывают, какую конфету можно взять с полки, а какую нельзя. Нельзя недооценивать Украину. И американцы не показали себя настолько неразумными, в отличие от Путина, людьми, которые недооценили Украину. Американцы понимают. Другое дело, что играют они очень некрасиво, потому что включать помощь Украине во внутреннюю свою разборку — это абсолютно недопустимо. Но в остальном Украина молодец, Украина получит оружие, Украина им воспользуется, дальше опять будут запинки и заминки. И понятно, что Рейн Метал, который пытается сейчас построить несколько заводов по производству в том числе боеприпасов в Европе, там, в Литве, например, это как раз к разговору о будущей войне, когда, как вы совершенно справедливо заметили, Европа начинает просыпаться. Но Европа тоже, она ведь, несмотря на то, что живет рядом с Россией, до сих пор ее не понимает. Бисмарк написал коротко, ясно, про Россию все. Никто же не прочитал. Франция, которая сказала, что она сейчас победит на территории Украины Россию, она тоже не до конца дочитала, что же это такое. И про Бородино они не очень понимают. Они до сих пор считают, что они выиграли. Россия считает, что она выиграла Бородино. Как было на самом деле, никто не знает и не хочет знать. И, скорее всего, теперь сместится не то, чтобы вектор помощи. Политическая поддержка Америки остается. Оружие американское остается. Но Европа, которая начинает потихонечку из литератического сна выходить, она, понимая, что это у нее под носом, это у нее под боком. И без американского оружия, скорее всего, если Украина не выдержит, не дай бог, выплеснется к ним, значит, нужно наконец что-то делать. Поэтому из-за вот этой паузы, когда Америка проспала и подставила тем самым Украину, проснулась Европа. Это плюс. Несмотря на те жертвы, которые понесла Украина, пока Америка вот таким странным образом решала свои вопросы. Но теперь плюсов принятия решений и источников помощи по-прежнему два, и Европа здесь начинает потихонечку становиться очень весновым партнером. Это как раз вот к разговору о том, как политики просчитали либо не просчитали последствия. В данном случае видно, что, скорее всего, не просчитали. Но Атакамсы это не последняя помощь, и Украина будет получать вооружение не единым пакетом, вот только сейчас его потратив, а дальше с вопросом, что делать. Украина по-любому выиграет, даже несмотря на то, что Америка так сильно подставляет с поставками очень важных вооружений. Информативно, полезно. Сергей, спасибо большое за этот разговор и за то, что отвечали на мои вопросы. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего хорошего. Слава Украине. Героям слава. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украина. Спасибо вам. Игорь Негода.